МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Роскошный пароход Некрасов доставил меня на Самарскую пристань. Я решил остановиться здесь, чтобы совершить поездку в Жигулевские горы, которые, как известно, тянутся по правому берегу Волги, начинаясь у маленького городка Ставрополя и заканчиваясь почти у самой Самары. Здесь Волга совершает крутой поворот на восток. И уже за Самарой возвращается на запад, образуя большую петлю, называемую Самарской лукой. Так начал свою небольшую книжечку «Пять дней в лодке» географ Александр Нечаев. Книжечка вышла больше ста лет тому назад, в 1904 году, в Петербурге. И сегодня мы перерестаем некоторые ее страницы. «Пароход идет Тамара. Вспомни все, что было». «Здравствуй, матушка Самара». «А ли ты забыла?» Неделю назад, направляясь по Волге к Саратову, я познакомился на пароходе с одним молодым человеком, ехавшим в Самару. Он вырос в этом городе, хорошо знал и его, и его окрестности. А вот в «Жигулях» никогда не бывал. Мы сговорились вместе совершить наше путешествие. Для этого мой спутник пообещал составить компанию и найти лодку с опытным проводником. Приехав в Самару, я остановился в прекрасной гостинице братьев Ивановых, которая по своему благоустройству и комфортабельности могла бы поспорить со многими европейскими отелями. Целый день после этого я пробродил по городу. Хотя мне было это и не особенно интересно, так как я бывал в Самаре уже много раз. Мощеные улицы, электрическое освещение, хорошие каменные дома, большие магазины – все это придавало городу праздничный вид. Хотя эта праздничность была только в центре, а на окраинах ютились такие же лачуги, как и в других провинциальных городах. И все утопало в непролазной грязи. Как и во всех новых городах, улицы Самары были распланированы с удивительным однообразием. Одни из них шли вдоль Волги, а другие пересекали их под прямым углом. Лучшая улица называлась Дворянской. Именно на ней располагались самые роскошные дома и магазины. Посреди улицы находилась Алексеевская площадь, украшением которой служил памятник Александру II, лучший на всей Волге. Утопающий в небольшом, но очень уютном и красивом скверике. Бронзовая статуя царя-освободителя стоит во весь рост на высоком гранитном пьедестале. Кругом у подножия размещены фигуры, изображающие важнейшие события царствования Александра II. Я всегда любуюсь группой, которая представляет освобождение крестьян. Особенно трогательна фигура молящегося крестьянина, который устремил свой взор к небу и, согласно словам Великого Манифеста, осеняет себя крестным знамением. Из других городских сооружений наибольшее внимание привлекает собор, построенный в византийском стиле, и довольно красивое здание театра. Но истинную гордость Самары составляет Струковский сад, бывшая дача самарского богача генерала Струкова. Такого у вас в Петербурге, наверное, нет, говорил мне на пароходе один самарец. Сад действительно прекрасный, густой, тенистый, с роскошным видом на Волгу. По вечерам здесь играет музыка и собирается вся Самара. К сожалению, этот прекрасный сад не лишен некоторых недостатков. Беседка, построенная над Волгой, не вполне удовлетворяет своему назначению. Из нее можно было бы любоваться дивным видом на Жигули, подернутый дымкой. Но снизу пахнет всяческими зловониями, заваленная нечистотами и грязью набережная. В том году Самара имела особенно оживленный вид, благодаря обилию в городе войск, отправляющихся на Дальний Восток. В городе было настоящее столпотворение. И частные дома, и общественные здания, все было занято солдатами. А завсюду слышались жалобы, так как многие были принуждены волей-неволей уступить необходимые им самим помещения. Ведь войск здесь был не такой блестящий, к какому мы привыкли в Петербурге. На солдатах были надеты пестрые разнокалиберные рубашки. На всех улицах военное оживление. А чуть ли не на каждом углу мальчишки, которые осаждали предложением телеграмм, выходящих здесь три раза в день. Вечером я отправился с моими новыми знакомыми за город, где по левому берегу Волги тянулись необъятные степи, в которых жили татары и калмыки, занимавшиеся разведением лошадей и верблюдов. Там же приютились несколько кумыс-лечебных заведений, самыми известными из которых были кумыс-лечебницы Аннаева и Постникова. Аннаевская дача находилась чуть ближе к Волге и располагалась на высоком обрыве, состоявшем из известняка и песчаника. Этот обрыв издавна получил название «Вислого камня», так как его основание было подмыто рекой, а вершина громадной глыбой нависала над Волгой. Здание Аннаевской дачи, стоявшее на такой высоте, привлекало внимание всех, кто ехал на пароходах. Это был настоящий дворец с многочисленными башенками, балкончиками и террасами, утопавший в густой зелени сада, к которому бежали дорожки, огибавшие цветочные клумбы и газоны. Тут и там, среди кустов, цветов и травы, на этой даче выглядывали причудливые в своей форме желтые и серые камни обрыва. Впервые я посетил Аннаевскую дачу еще в 1901 году, но, бывая в Самаре после, всегда старался вновь бывать там и любоваться этими чудесными видами. А вот на Постниковой даче я не бывал ни разу, и потому тотчас же согласился на предложение моих новых знакомых посетить ее. Дорога туда, которая занимала не более часа езды на конке, не представляла ничего особенно замечательного. Кругом необъятная степь, и только на выезде из города на горизонте виднелись бесчисленные ветряные мельницы, обилие которых напоминало о том, что Самара была важной хлебной пристанью, перемалывающей хлеб в муку. Кроме ветряных мельниц, в городе имелись и паровые мукомольни, а берега речки Самарки, протекающей с восточной стороны города, были уставлены длинными рядами хлебных амбаров. Эти удивительные здания, построенные на старинный лад, переносили воображение в прошлое столетие и развертывали картины городов далекого прошлого, так как фотографические снимки таких амбаров до изумительности напоминали рисунки, встречающиеся в сочинениях старинных путешественников, посещавших наши хлебные города. На Постникову дачу мы приехали довольно поздно. Сама по себе эта дача не представляла собой ничего привлекательного, имела какой-то запущенный и обветшалый вид. Вот зато сад, окружавший ее, был великолепен даже в своей запущенности. К сожалению, пошел дождь, который лишил нас возможности дойти до берега Волги и полюбоваться видом на Жигули. К тому же мы спешили на конку и сумели успеть только на самый последний поезд. Я был очень рад, что счастливо добрался до гостиницы, потому что извозчиками Самара была не богата, а особенно на окраинах. Идти же пешком было далеко, да и небезопасно из-за так называемых горчичников, бесшабашной молодежи, которая часто нападала на прохожих без всякого на то повода. А на другой день, около полудня, я был уже на Волжской набережной, у центральной купальни, где нас ожидала большая, но легкая лодка с проводником, крестьянином Илларионом. В эту лодку и уселась вся наша компания, которая решила отправиться в Волжское путешествие. Три реалиста, двое из которых только что окончили курс, и одна гимназистка. Впереди нас ожидали приключения и испытания. А вот о том, как складывалось это путешествие, мы расскажем вам в следующей передаче. Вспомни, вспомни, как бывало, я играл и припевала, прощай, Струковский садочек, и Самара городочек. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин